Добрый вечер, Гомель. Мы приветствуем гомельчан, а также жители других больших и малых городов. Настраиваемся на позитивную волну и начинаем этот добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, что участником программы может стать каждый из вас. Достаточно позвонить к нам в студию, либо оставить ваше сообщение на Вайбере. Дом по-настоящему считается уютным, когда в нем, кроме людей, обитает какой-нибудь зверек. Но иногда мы забываем, что о братьях наших меньших мы несем огромную ответственность. Итак, сегодня в очередной раз мы напомним вам и себе, дорогие друзья, о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Всегда ли мы об этом помним? Итак, как вы заботитесь о ваших домашних животных? Этот вопрос мы сегодня адресуем вам, дорогие друзья. Можете звонить в студию, можете оставлять ваши сообщения в Вайбере. Мы открыты обратной связи. Недавно мировая общественность отметила Всемирный день волонтера. Кто эти люди, которые безвозмездно готовы творить добро? Есть и в нашей области волонтерское движение, и одно из них у многих из вас на слуху, дорогие друзья. Ребята спасают брошенных котов и собак, животных, которые по той или иной причине пострадали от рук человеческих. И сегодня у нас в гостях лидер движения Светлана Лапо и активист движения «Подари им шанс» Анастасия Бегунец. Добрый вечер. Добрый вечер. Светлана, как прошел для членов вашего движения День, Всемирный день волонтера? Ну, наверное, скажем так, что ежедневно у нас постоянно есть работа для волонтеров. То есть животные постоянно нуждаются в помощи. Поэтому, наверное, этот день ничем таким примечательным для нас не отличался, как каждый наш волонтерский день. То есть в работе? В заботах, да. То есть день и ночь, как правило, ребята, которые посвящают себя волонтерству, как правило, выходных не знают. То есть фейерверков, салютов, больших праздников, шариками не было этого? Нет, не было. Но хочу сказать, что поздравлений было очень много. И было очень приятно слышать добрые слова от посторонних абсолютно людей, которые знают, чем мы занимаемся. Очень много было сообщений в Вайбере, в группе у нас в социальных сетях. А вот этот котик очаровательный, который на руках у Анастасии, что это за кот? Расскажите его историю. Это тоже вы его нашли? Кто-то отказался от такого красавца. Как он попал к вам в руки? Это кот породы канадский сфинкс. Да, мы его нашли на улице. Кто-то выбросил, либо просто не захотел искать своего питомца. То есть хозяев его мы не нашли. Поэтому... Я не верю своим ушам, что от него вообще можно было по какой-то причине отказаться. На сегодняшний день очень, к сожалению, очень много породистых животных остаются на улице. И к огромному нашему сожалению волонтеров, их хозяева не ищут. И странно очень, потому что за этих животных платятся большие деньги. Люди, как правило, их покупают, либо их дарят своим детям, родственникам. И такие животные зачастую сейчас остаются брошенными. Причин очень много. Не будем сегодня о них говорить. Мы все об этом знаем. Бесполезно, в принципе. Очень часто бывает, что люди поиграли и выбросили за ненужностью. И по другим причинам выбрасывают. Но я хотела бы спросить. Много ли сегодня добрых, милосердных людей, которые поддерживают вашу идею помогать вот таким потеряшкам, либо откровенно выброшенным животным? К счастью, добрых людей гораздо больше. Это нас радует, потому что ряды волонтеров пополняются, в принципе, каждый день. Кто-то отсеивается, кто-то не может выдержать вот этот натиск. Потому что это действительно, это не только радость от пристроенных животных, это и слезы, от потерь животных, которых ты спасаешь очень долгое время, они умирают у тебя на руках. Но не будем о грустном. То есть добрых людей гораздо больше. И вот это действительно радует. Я хочу сказать, что мы проводим благотворительные акции. Вот «Подарим шанс» была у нас 18 ноября в ГЦК на Ирининской. И очень много гомельчан поддержало акцию. Очень много было собрано кормов, лекарств. И вся эта помощь была распределена по передержкам. И это для нас огромное-огромное подспорье. Кстати, мы поговорим и об этой акции, о которой вы только что упомянули. Но я хотела бы еще спросить. Как вы чувствуете, как вы видите, становится ли наше общество гуманнее по отношению к четверонугим друзьям? Ну, наверное, будет большим таким заблуждением сказать, что гуманнее становится или нет. Каждый человек, наверное, как личность должен быть гуманным по отношению не только к животным, к любому живому существу. И я могу сказать, что, учитывая, что мы сталкиваемся каждый день с человеческой жестокостью по отношению к животным, мы каждый день травмированных животных спасаем. И мне, например, очень сложно сказать. Потому что, несмотря на то, что в Республике Беларусь нет закона о защите животных, есть статьи Уголовного административного кодекса, к которым мы зачастую в последнее время прибегаем. Поэтому сложно сказать, очень сложно. Поговорим о ситуации, которая сложилась у нас в обществе. А пока давайте выслушаем телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Я вот смотрю передачу, вы говорите о домашних животных. Это очень хорошо. Я тоже имею кошку. Но моя приятельница, да, у нее двое котов, ну, хорошей породы. Но она вообще любительница животных, и она кормит котов, да? Вот. Кошек, собачек. Бездомных кормит? Мы живем в Новобелевском районе. Бездомных кормит? Да, бездомных. Так. Вот. И дело в том, что ЖКХ номер 5, там, 5 или 9, я вот затрудняюсь. Я сейчас ей позвонила, она не берет трубку, потому что у нее на кофе она борется. Да, суть. Значит, на нее составили акт. То, что она кормит бездомных котов и сорит. Вас это возмущает? Не то, что возмущает. Но дело в том, что у нас принят закон. Закона, к сожалению, в республике Беларусь нет. Беларусь единственная в Европе страна, где нет закона о защите животных. Что нельзя кормить бездомных животных. Нету такого положения, да? Ну, это уже, будем говорить, это уже такие нюансы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Очень много сердобольных людей, которые кормят по подвалам животных. И, как правило, такие люди действительно наказываются санстанцией, даже в суд вызывают, составляются протоколы. И, как правило, вызывают жильцы. Жильцы дома. Сейчас мы продолжим. Я хотела бы уточнить, вопрос какой-то есть у нашей телезрительницы? Или вот просто вот такая... Я бы хотела сказать, это запрещено? А, вы хотели спросить, да. Можно ли кормить бездомных животных, пускать их в подъезды, каким-то образом помогать? Как вас зовут? Она на улице кормит их. Как вас зовут? Меня, Людмила Михайловна. Благодарим, Людмила Михайловна, за вот ваше такое отношение, за ваше мнение, за то, что вы не безразличны. Спасибо. Доброго вам вечера. Продолжим нашу мысль. Очень часто нам приходится слышать, что да, запрещено кормить животных под подъездами. Якобы это антисанитария, якобы грязно и так далее. И, как правило, такие люди призываются к ответственности и штрафуют. И действительно штрафуют. Поэтому наш совет волонтеров, мой личный совет, я всегда говорю, я видела примеры на Клермон-Ферране, есть дедушка, который очень аккуратно, к нему никаких претензий жильцов нет, потому что он выносит на подносе, мисочки ставит, зовет всех котов, коты прибегают, съедают это все, он это убирает, и к нему, в принципе, претензий нет. И туда отлов, в принципе, не ездит, потому что там чистота и порядок. И, соответственно, такое же обращение ко всем гомельчанам сердобольным, которые хотят все-таки, чтобы у них не было проблем, и хотят все-таки помочь животным, а таких людей очень много. Все-таки, наверное, соблюдать чистоту в подъездах, дабы не вызывать каких-то бурю эмоций у соседей. У соседей никаких нареканий. Которые не настолько любят животных, и любовь вы им не привьете. Чтобы лишний раз людей не компрометировать на какой-то негатив. Ну, наверное, да, потому что на сегодняшний день приютов в Беларуси нет. Поэтому вся ситуация, которая вот с бездомными животными, она держится на плечах сердобольных людей и волонтеров. Благодарю вас за ответ. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о том, как же вы заботитесь о ваших домашних животных, и что делаете лично вы, чтобы бездомных животных на наших улицах становило все меньше. Мы продолжаем нашу программу. Когда-то в детстве у нашего следующего гостя тоже была собака и не одна. А сегодня он владеет целой коллекцией котов. В этой компании несколько сотен усатых, полосатых, пятнистых и однотонных, игривых и спокойных, дружелюбных и не очень. Откуда такая благосклонность к этим существам? Давайте спросим у автора всех вот этих работ, которые сегодня представлены у нас в студии. Ваши аплодисменты, дорогие гости. Итак, я спешу представить вот эти все замечательные работы, выполненные карандашом. Это дело рук художника Анатолия Щеголева. Встречайте редкого мужчину, который всю свою жизнь не представляет жизнь без котов. Добрый вечер, Анатолий. Здравствуйте. Сколько в вашей коллекции таких вот ярких, классных работ? Не побоюсь этого слова. Ну, сейчас у меня котов уже больше трехсот. И в черновике сейчас дома находится еще штук пятнадцать. То есть их постепенно становится больше, больше, больше. Когда это закончится, я не знаю. Я их рисую уже лет пять, наверное. У меня есть почти все профессии. Если какой-то вдруг нету, люди в социальных сетях пишут, объясняют, в чем специфика их профессии, и просят нарисовать нового кота. Кстати, у вас и музыкант. Да, вот профессия... А, это пивовар. Это пивовар. Мне сразу показалось, что это барабанная установка. Нет, это пивовар. Вот балалаешник есть. Вот есть человек, который плитку ложит. Ну, кот. Да, вот, пожалуйста. Просто повар или бармен. Бармен несет кому-то свежеприготовленный кофе, да? Да. Вот в тему есть Дед Мороз и Снегурка. Кстати, скоро Новый год близится, да? Вот как раз таки, да, в тему. Вот невеста-то, казан. Или это мисс, победительница конкурса красоты. Это мисс. Котов часто используют. Некоторые турфирмы просят сделать серию котов-путешественников и делать с ними продукцию какую-то. Я делал серию котов к чемпионату мира по хоккею. Там по всем странам были коты-хоккеисты. Этих котов на протяжении полтора года детский журнал печатал, где они в стихах дополняли, рассказывали детям про профессии. То есть, интересно, коты, они милые, их знают все везде, любят кот. Вообще уникальное животное, он есть на всех материках на земле. Но я знаю, что вы не сразу приняли кота в свою семью. Что это была за история? И жена вам помогла полюбить их? Ну, помогла и жена. Жена помогла полюбить настоящих котов. Потому что я до глубины кости собачник. У меня было Коли, у меня было Шелти, у меня было два боксера. У меня был Айс даже. Вот котов не было никогда. А жена сказала, мы должны дочке подарить кошку на день рождения. Я встал в позу, потом я уехал с выставкой в Минск, приезжаю, а у нас дома кошка. Поставили перед фактом. Да, глядя в детские глаза, как уже можно отказать. И теперь эта красавица живет с нами, спит со мной. И все говорят, вот видишь, не любила. Теперь для кошки готов больше делать, чем даже для других членов Синя. Анатолий, я вижу, что волонтеров среди работ нету на этих работах. Да, образа волонтера. Никогда не приходилось рисовать? Ну, из всех профессий волонтер одна из самых благородных. Почему даже человек не берет за это деньги? Он это делает от души, а не для корысти. Поэтому мое упущение, что пока нет волонтера, оно появится. А давайте мы сегодня исправим ошибку, да? Отлично. Будет у вас еще такой опыт в рисовании волонтера. Анастасия, вы не против? Давайте вы сюда перейдете к нам. Ваши аплодисменты, друзья. Проходите, пожалуйста. Что вам для этого понадобится? Много ли? Что-то кроме карандаша обычного? Что-то еще и белого листа бумаги? Карандаш, бумага и вдохновение. И вдохновение. Скажите, а в вашем словарном запасе есть слово «надо» или вы рисуете только по вдохновению и не можете себя никак заставить никаким там словом, которое вас может к чему-то обязывать? Ну, скажем так, когда ты хочешь сделать на пять с плюсом или на шесть по пятибалльной системе, тогда, конечно, надо вдохновение. Но если ситуация такая, что, в принципе, всех устроит работа на крепкую четверку или на слабую пятерку, то тогда слово «надо» подходит. Потому что, имея опыт, имея какие-то базовые знания, ты всегда можешь сделать работу на достаточном уровне. А уже, чтобы это был шедевр, тогда, конечно, без вдохновения не обойдется. Ну, тогда приступайте к работе, а мы немножко поговорим с Анастасией. Настя, как вообще сложно приучить сфинкса? Много времени на это пошло? Нет. Когда мы его принесли домой, у меня такое ощущение было, что он и жил в нашей квартире. Потому что он привык быстро. Мы ему купили когтеточку, мисочки. И все. Пытается дружить с нашей собакой, но она нет, не хочет. Ни в какую? Нет, он не хочет, поэтому он сам по себе. То есть в вашей жизни получилось так, что вы кота под себя не выбирали? Нет. И так распорядилась вселенная или какие-то высшие силы, что вам был послан вот этот кот-сфинкс? Да, я никогда не сталкивалась с лысыми котами. И мне даже немножко мерзко было их. Какое-то время было первое, да? Нет. Когда я познакомилась с ним, все, я сразу поняла, что это мой кот. И я хочу, чтобы он жил в нашей семье. Меня поддержала моя дочь. Мы уговорили нашего папу. И все. Теперь мы все его любим. Скажите, но кот, это же своенравное животное, гуляет само по себе и как-то наверняка проявляет свой характер в каких-то ситуациях. Часто такое бывает? Да. Он может у собаки корм отобрать. Собака на него смотрит и не понимает. Но собака наверняка не очень высокого роста. Нет, они в одной весовой категории. А, вот так. Но все-таки кот побеждает. Да, да, да. В борьбе за корм кот очень часто побеждает. Но вы счастливая владелица кота, потому что у него нет шерсти практически. Это моя мечта просто. Чтобы не было шерсти. Потому что нету вот этих проблем с одеждой, с коврами, с покрывалами. И вы не знаете, что такое чистить бесконечно, ухаживать за пальто, за какими-то шерстяными вещами. Скажите, как так вот исцеляет вас? Ну, я думаю, да. Мы, девочки-девочки, иногда бывает в депрессии находимся или в таком упадническом настроении. Да, когда он подойдет, ляжет. Чувствует это? Да, ляжет, урчит. И сразу успокаиваешься. Скажите, а вообще кот ваш злопамятный и долго помнит обиды? Я не думаю. Из-за угла потом не нападает, когда вы проходите куда-то? Нет, нет. Все с этим нормально? Нападает только на собаку, потому что хочет, чтобы она с ней играла. А она не желает. Она не совсем это понимает. Нет, она не хочет. Хорошо. Анатолий, что у вас уже там получается? Ну, движусь к финалу. Уже так быстро? Ну, как есть. Послушайте, наверное, прошло 3 минуты всего лишь. А вы можете показать на камеру, что получается? Давайте я закончу, потом покажем. Хорошо. Давайте. Вы закончите, а потом покажете. Но пока мы вас поддержим аплодисментами, вам для вдохновения. Настя будет отлично позировать, чтобы не мешать вам никоим образом, а только вдохновлять. Дорогие друзья, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомели». Переговорим мы сегодня о том, как же вы заботитесь о ваших домашних животных. И что делаете для того, чтобы бездомных, несчастных, брошенных, потерянных котов и собак на наших улицах оставалось все меньше и меньше. Ну, мы выяснили, что любое животное требует ухода и внимания. Кошки, конечно же, не исключение. Собаки, кого бы мы ни взяли, и черепахи, и хомяки, и кролики, и шиншиллы. Все хотят, чтобы мы их любили, оберегали, заботились, вовремя кормили. Но, к сожалению, несовместимость человека и животного в наши дни порой выражается в совершенно варварских формах. Посмотрим, что писала аж в 2015 году газета «Знамя юности». От 12 июля номер. Смотрите, ужасное сообщение. Газета приводит. Менчанка Анна Лагунович не находит себе места с тех пор, как в начале лета ее любимую кошку палкой убила соседка. Это произошло буквально у нее на глазах. Хозяйка потеряла не просто любимца, она лишилась друга. Вот такое шокирующее сообщение. Еще одно хочется привести информационное издание «Спутник». Признанный виновным в убийстве котенка с особой жестокостью, Менчанин Владислав Березко утверждает, что котенок, когда он взял его на руки, начал царапаться, делать затяжки на его, в кавычках, единственных и любимых штанах. Согласно материалам дела, он не менее десяти раз ударил котенка головой и туловищем о стену дома. Просто ужас, страшилки. Вместе с тем он заявил во время допроса в суде, что он очень любит животных. Вот такое вот сообщение. И еще одно, тот же «Спутник». Нетрезвая витебчанка выбросила собаку из окна, потому что животное справило нужду в квартире, сообщили в УВД Витебского область полкома. У меня, например, просто нету слов. Светлана. Как видите, в каждой заметке, то есть суд, УВД, то есть в принципе все наказуемо. Да, закона в Беларуси нет о защите животных, но есть статья Уголовного административного кодекса. И в принципе привлечь людей, которые носят какие-то увечья животным, вполне возможно. Единственное, с чем мы сталкиваемся в своей деятельности волонтерской, как правило, если, например, происходит такое на производстве очень часто, не будем называть конкретно название производства, то люди, боясь потерять работу, просто это умалчивают, и все это сходится на нет, и как правило, то есть люди остаются безнаказанными. И продолжают, в принципе, свои злодеяния и дальше делать. Поэтому вполне в Беларуси возможно доказать человеческую жестокость, при желании это сделать можно. И я знаю, что у нас в Гомеле, я могу сказать по себе, что были случаи, когда мы доказывали действительно и наказывали людей. Да, это не были административные аресты, хотя в Минске я знаю, что были даже административные аресты до 15 суток. Это были штрафы 40 базовых, например, величин, но это было. И это вполне возможно сделать. Разумеется, такие факты – это печальные исключения с правил. Но они есть. Они есть, они имеют место в нашем обществе. Но скажите, вы проводите такие большие благотворительные акции, когда передаете во вторые руки, в третьи руки, кому как повезет животных. И как это животное застраховать, чтобы этот печальный сценарий не повторился снова? Во всех наших афишах, листовках мы публикуем о том, что если вы идете брать животное на акции, значит, при себе иметь обязательно паспорт. При себе вы должны иметь переноску, сумку, поводок, ошейник. Безусловно, что это все не страховка. Людей мы просим брать с собой паспорта для того, что мы заключаем с ними договор о том, что в определенный срок мы им даем для того, чтобы они к животному привыкли, посмотрели, как, что будет. И в случае каких-то непредвиденных семейных обстоятельств, чтобы животное вернулось назад на передержку к волонтеру, у которого они его брали. Потому что, как правило, наши животные, они выдерживают огромный срок социализации на волонтерских передержках. И порой эти сроки достигают года даже для того, чтобы животное обрело семью. И мы передаем уже животных готовых, стерилизованных, вакцинированных. И, безусловно, у каждого волонтера болит за него сердце. Потому что это уже часть семьи становится волонтерской. И животные, они как дети, они привыкают к одному человеку. Когда мы их передаем в новые семьи, для любого животного это огромный стресс. И когда люди неответственно относятся, мы об акции заранее делаем какие-то афиши, потому что, чтобы человек подошел очень ответственно к этому. И чтобы люди уже шли на акцию с полной осознанностью того, что им это животное действительно нужно. И люди идут уже конкретно на акцию за животным, за определенным животным. Они уже знают, за кем они идут. Если через какое-то время выясняется, что хозяин и животное не совсем подходят характерами, можно ли вернуть вам собачку-котика? Это лучший вариант, чем просто выбросить на улицу. Да, безусловно. В договоре указывается контактный номер волонтера, у которого берется животное. И, безусловно, мы просим людей, и конкретно волонтер, каждый волонтер уже общается со своей новой семьей, вернее, животного уже семьи, общается на протяжении какого-то времени, уже пока не удостоверится 100% на что животному, там хорошо, все отлично, и уже тревожить не нужно друг друга. Но длительное время уже становятся друзьями, в принципе, с новыми семьями, и общаются на протяжении многих-многих лет. По Польше бы таких счастливых, добрых союзов, человек-животное, ну вот дружественных таких союзов. Дорогие друзья, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомели». Говорим мы сегодня о том, как же вы заботитесь о ваших домашних любимцах, и что делаете для того, чтобы котов и собак на улицах становилось все меньше. Добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Добрый вечер, Гомели». Мы приветствуем всех, кто сегодня вместе с нами в нашей приятной компании. Мы проводим вместе время. И говорим мы сегодня о домашних животных. Что вы делаете для того, чтобы ваши домашние животные были всегда накормлены, в тепле, и что вы делаете для того, чтобы на наших улицах бездомных, потерянных котов и собак становилось все меньше и меньше. Мы уже в начале программы поговорили о том, как же приручить сфинкса, что делать, чтобы укротить его характер. А дальше мы будем говорить о другом животном. У нас сегодня в гостях Ольга Бородина. Ее домашнее животное не портит мебель, Ее не нужно выгуливать каждый день и достаточно кормить всего лишь пару раз в неделю. Ольга сегодня с нами, чтобы рассказать, почему она души не чает в своей любимице. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Ольга, где же ваше животное, почему вы сегодня одна? Сегодня моя черепаха Люся осталась дома, потому что сейчас зима. И черепахи среднеазиатские, вот как Люся, они впадают в спячку в это время. Вот, пожалуйста, Ваша черепашка на большом экране. Вы наверняка ее водите куда-то на прогулку, потому что явно она сфотографирована не на диване, а где-то вот в одуванчиках. Вот, пожалуйста, на сене. Ну, на диване ни в коем случае нельзя держать черепах. Они все-таки животные, восприимчивые к пыли, им там некомфортно. Дома она живет в террариуме зимой и в холодное время года, а летом проводит время на даче, в теплице. Или мы выгуливаем ее там на лужайке, нащиплет растения, сама их находит. Черепахе необходим солнечный свет. И тогда у нее панцирь крепкий наверняка, да? Да, витамин Д. Она хорошо себя чувствует. Содержится витамин Д в солнечном свете. И если нет возможности черепаху выводить куда-то на улицу, то нужно оборудовать террариум ультрафиолетовой лампой. Что вы говорите? Вы такую купили? Мы планируем купить. Вот закончим ремонт и купим лампу. Вам аплодисменты. Вы заботливы. Не каждый собаковод будет покупать там очень хорошие кожаные ошейники или еще что-то в этом роде. А вы, пожалуйста, вот лампу будете покупать. Это недорого, в принципе. Это того стоит, потому что в период, когда черепаха еще не заснула, она уже не находится на даче, на природе, ей тоже нужен свет. Правда, что черепаха самое беспроблемное животное? Два раза в неделю покормили, и вот тебе, пожалуйста, она живо-здорова и радует домочадцев своим присутствием. Не надо на поводке на улицу выводить два раза, три раза, как собаку в день. Ну, когда на улице, нужно только за ней смотреть, они имеют свойство теряться, убегать куда-то. Они небольшие и могут уйти, и потом их можно не найти просто. Но вообще, да, это животное эконом-класса, абсолютно дешево обходится, ест растительную пищу. Вот, нет ни пыли, ни аллергии, ни шума, ни неприятных запахов в квартире. Но, как и любое животное, оно нуждается в заботе, и оно ответит тем же. Черепахи, они совсем не скучные, как принято считать. Они забавные, позитивные, привыкают к людям, любят ласку, узнают хозяев своих. Она обладает способностью хозяев узнавать? Ну, наша черепаха живет в моей семье уже 20 лет, и она действительно по запаху уже нас узнает. Неужели? Да. Сложно поверить. Да, это действительно так. А по шагам вас узнает, как вы понимаете, что она на вас реагирует? Ну, она встречает, вот если она на полу, не в террариуме, она выползает, кусает за палец, дает понять, что голодна. Вам аплодисменты. Благодарю вас, Ольга, за ваш интересный рассказ. Ну, а я скажу, что это были вот такие нехитрые советы содержания сухопутной черепахи от нашей гости Ольги Бородиной. Дорогие друзья, я напомню, что вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель», и говорим мы сегодня о том, как вы заботитесь о ваших домашних питомцах. Давайте посмотрим, что же вы, уважаемые друзья, пишете в Вайбере. Светлана сообщение оставила. «В нашем доме никто не позволит жить в подъезде котам». Вот это сообщение вдогонку тому, о чём мы говорили в начале программы. «Чтобы творить добрые дела, не обязательно быть волшебником, можно обогреть несчастную кошку, дав ей кровь и пропитание. Одной спасённой душой станет больше». Вот, пожалуйста, как пример Анастасии, только у неё кот. И вообще очень много сообщений, где люди благодарят вас за то, что вы делаете, то добро, которое вы дарите. Мы благодарим людей, которые помогают, потому что без них мы бы столько не смогли бы делать. Это действительно так, потому что очень много гомельчан, которые подключаются в наши ряды, они, как правило, изначально помогают машиной, например, либо помощью кормами, лекарствами. Потом начинают брать на передержки, потому что сердце не камень, как известно. И люди, как правило, когда видят животное, которому нужна помощь, и когда видят, что, например, никто не отзывается, как правило, так вот становятся волонтёрами. Светлана, как вы считаете, почему, вот как Ольга, очень многие люди заводят экзотических животных дома? Потому что коты и собаки – это действительно огромная ответственность. Это те животные, за которых ты не можешь уже просто так уехать в отпуск, уехать на длительный период времени. То есть это те животные, за которыми действительно нужен постоянный уход и присмотр. Это те животные, которые хочешь, ты не хочешь, но ты должен прийти домой. Привязан к дому. Ты привязан очень к дому. И если у тебя нет родственников, которые тебя могут выручить, то тут уже как бы такая становится проблемка. И не маленькая. Учитывая, что в Гомеле, можно сказать, практически нет гостиниц для животных, да, и этот сервис у нас не настолько развит. Есть частным образом люди, которые там платные передержки, но это не настолько у нас развито, и это тоже огромная ответственность. Взять чужое животное к себе на передержку, ты несёшь уже полную ответственность за него. А всякое бывает. Бывает, что хозяева скрывают какие-то диагнозы животного, и человек уже немножечко так попадает на проблемы. Мы обязательно продолжим эту тему, а пока мне подсказывает режиссёр, что у нас есть ещё один телефонный звонок. Алло, добрый вечер, представьтесь. Добрый вечер, Гомель, здравствуйте, Наталья. Добрый вечер. Добрый вечер, меня зовут Герасим. Герасим, мы вас узнали. Мы поблагодарны за то, что вы смотрите нас каждый день. Спасибо, это те аплодисменты для вас, прежде чем вы зададите ваш вопрос. Меня кошка зовут Туся. Я нашёл её в Гомеле, и с кошкой я со своей разговариваю и посвящаю ей стихи. Пожалуйста. Это просто стихи ни о чём. Это лёгкое зыбное строение. Просто кошка. Вселилась в мой дом, явилась ко мне вдохновение. Она смотрит мне вслед из-за кошка. И мурлычет кроватью всю ночь. Я уверен, что мир спасёт кошка. Не огоните вы кошечек прочь. Кошки у Гомеля очень красивы. И глаза изумрудом горят. Тот, кто кошечку, держит счастливый. В них сердца никогда не болят. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Мы каждый раз наслаждаемся вашим творчеством. Звоните нам, пожалуйста, почаще. Мы всегда этому рады. Спасибо. Давайте, наверное, обратимся. У меня такое предложение. К Анатолию. Скажите, что получилось. Вы уже закончили работу? Да, я закончил. Вот теперь появился волонтёр. Вот, пожалуйста, волонтёр. Анастасия, вы видели уже ваше изображение на бумаге? Как вы себе? Отлично? Да. Послушайте, ну, по-моему, сходство есть. Но в шаржи обязательно, чтобы было сходство, Анатолий? Ну, изначально шарж, он либо высмеивает, либо подчеркивает какие-то черты внешние, либо в характере. Ну, я думаю, что не обязательно что-то подчеркивать. В шарже главное передать внутреннее состояние человека, его какой-то позитив, добро, настрой. Я думаю, здесь вполне милая хозяйка, с вполне милым животным получились. Это добрый рисунок, который украсит их дом. И на зависть собаки, которая сегодня не пришла, и у неё такого рисунка нет. Аплодисменты вам, Анатолий. Я ещё хотела спросить. Говорят, что на женщин, на девушек привлекательных, симпатичных, таких как Анастасия, очень сложно рисовать шарж. Срисовывать очень сложно, потому что обычно это женщины с претензией. А Анастасия не брыкалась сегодня? Очень легко, по-моему, пошла на эксперимент, правда? Анастасия очень хорошая натура. Я думаю, что очень сложно рисовать людей, которые не уверены в себе. Если он в себе не уверен, то ему как-то его не нарисуй, ему не понравится. А если человек позитивен, если он ко всему относится с юмором, даже если вдруг получилось не очень, он к этому отнесётся как к шутке, он отнесётся с уважением к труду художника и просто скажет спасибо, что мы хорошо провели время. Но я надеюсь, это не тот случай, я надеюсь, у меня реально получилось. Аплодисменты ваши друзья. Чуть позже, дорогие друзья, мы поговорим, как же правильно выбрать готовый корм для животных. Оставайтесь с нами. Это программа «Добрый вечер. Гомель» на телеканале «Беларусь-4». И говорим мы сегодня, уважаемые телезрители, о том, как вы заботитесь о ваших домашних питомцах и что делаете, чтобы бездомных кошечек и собачек на наших улицах становилось всё меньше. Ну и как я обещала до рекламы, сейчас мы поговорим о готовых сухих кормах. Итак, от качества пищи полностью зависит здоровье нашего питомца и его шансы на счастливое долголетие. Поэтому так важно, чтобы его питание было качественным и сбалансированным. Как выбрать сухой корм для любимца, чтобы тот рос здоровым и красивым? Прямо сейчас поговорим. Встречайте аплодисментами представителя сети магазинов товаров для животных Тимоша Екатерину Алексеенко. Добрый вечер, Екатерина. Скажите, а есть ли у вас дома животные? Да, у нас есть, у нас их очень даже много. У нас три кота, собака немецкая овчарка, есть лошадь и кролики. Я уверена, что они каждый день сыты, потому что, смотрите, сколько сегодня кормов вы принесли разнообразных, сбалансированных к нам в студию. Они счастливые животные. Да, да, мы их тоже кормим кормами, собаку и котов. Вот, ну, лошадь, конечно, ест у нас сено, овес, кролики тоже едят траву, сено. Екатерина, а почему многие ветеринары советуют кормить котов и собак все-таки готовыми кормами, сухими, гранулированными, либо в другом каком-то виде? Ну, отметим то, что ветеринары советуют кормить кормами супер премиум класса. Так как данного вида класса производители заботятся о питомцах и, соответственно, составляют, разрабатывают корм, соответственно, с потребностями и видов животного. Я хочу спросить у Светланы, ваших животных, ваших подопечных, чем чаще кормите, готовыми или домашней едой? Как получается у вас? Ну, животные, которые изъяты с улицы, вы же понимаете, что они рады будут любой еде, особенно первое время. Ну, а когда уже на передержки привыкают и когда мы их уже стерилизуем, кастрируем, то, безусловно, многие передержки, многие волонтеры уже даже в целях экономии времени и так далее уже переходят на сухой корм. Да, конечно, тоже стараемся кормить более дорогими кормами, если есть возможность. Но, как правило, такой возможности нет, потому что очень много средств уходит на лечение, поэтому уже с кормами тут уже больше мы к натуральной пище прибегаем. И особенно если передержки большие, когда по 20, 30, 50 животных есть и такие передержки, то там, конечно же, безусловно, люди выбирают более каши, которые сварены с мясом. Но сухой корм тоже используем. Кстати, Катерина, мне кажется, Светлана очень правильно заметила, что сухие корма – это экономия большая времени, так ведь? Это огромная экономия времени, так как при кормлении домашних животных нужно подбирать еду. Еду со стола, то, что мы едим, им не подходит. Нужно питание сбалансированное и для животных отдельно нужно готовить. А здесь производитель о вас позаботился. То есть вы просто покупаете пакет, открываете, насыпаете, рядом ставите чистую воду и все. И кот ваш, и собака довольны. Сегодня огромное производство вот именно вот такой вот продукции, да. И мы можем баловать наших котов, собак, тех же там шиншил, кроликов, еще там кого угодно. Различными вот этими вкусняшками, да, если можно так сказать. Но что чаще покупает человек, у которого домашнее животное? Чаще всего покупают разрекламированный корм, корм, имеющий бренд. Вот, но хочу сказать, корм, который не имеет рекламы, качеством не уступает, но цена будет ниже, потому что реклама не используется. Каким вы кормите сухим кормом вашего котика? Более дорогим, дешевым? Что вы выбираете? Да, кормим премиального класса корма. У нас коты на улице бегают, они у нас живут за городом. Вот, собаку тоже кормим кормом премиального класса для активных собак, так как она проживает у нас на улице, тоже за городом. Кстати, уважающие себя производители выпускают корма для разновозрастных животных. Для детенышей, для взрослых и для тех, кто постарше. А с чем это связано? Ну вот, давайте сначала разберем, что такое сбалансированное питание. Сбалансированное питание – это определенное соотношение белков, углеводов, жиров, витаминов, микроэлементов. И в соответствии с возрастом это сбалансированное питание должно быть разным. Должно быть разное содержание белков, разное содержание углеводов. И в линейках супер премиум класса есть не только для разновозрастных животных, есть корма и для спинксов, и для британцев, есть для чихуахуа, то есть для различных видов, для стерилизованных, для привередливых кошек, собак, то есть различные есть линейки ветеринарные тоже. А можно ли покупать корм на развес? Или все-таки вы советуете покупать прям упаковку для того, чтобы он лучше сохранялся, дольше сохранялся, не портился? Я отвечу на этот вопрос. В наших магазинах вы можете без сомнения покупать корм на развес, и он будет качественным, так как он быстро раскупается, и у нас соблюдаются условия хранения. Допустим, если вы не доверяете какой-то торговой определенной точке, то лучше всего не покупать. Есть продавцы, которые не соблюдают условия хранения, которые ставят корм год, тогда, возможно, что-то и не будет. Он очень нехороший. Возможно, кот даже его есть не будет. В наших магазинах нареканий не было. Скажите, имеет ли смысл обращать внимание на цвет гранул? Да, на цвет гранул очень даже имеет смысл. О чем он может сказать? Это корм эконом-класса. Это корм некачественный. Заводчики, ветеринары не рекомендуют его использовать постоянно. Яркие гранулы? Да. Почему? Там добавок красителей? Ну, конечно, красители. Да, это все как на потребителя. Это все сделано для нас, не для животного. Ярко привлекает наше внимание. Да, привлекает наше внимание. Это все сделано для нас, не для животного. Это корм эконом-класса. И постоянно кормить животным эконом-класса не стоит кормом. Уважаемые телезрители, вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». И сегодня вместе с представителем сети магазинов зоотоваров мы говорим о том, как же выбрать правильно качественный корм. У нас сегодня в гостях Екатерина Алексеенко. Мы еще чуть позже поговорим об этом, как выбрать корм и что делать, чтобы сориентироваться в этом разнообразии готового корма для животных. Ну, а пока мы поговорим немножко на другую тему, но тоже в контексте животных. Сегодня в Гомеле не хватает общественных площадок для выгула домашних животных. А если они есть, то находятся не совсем близко от густонаселенных микрорайонов. Многие владельцы собак смирились с ситуацией и довольствуются тем, что есть. Гуляют между высотками, не спуская животных с короткого поводка и лавируя между прохожими. Долгое время Дмитрий Кириленко, так же, как и большинство хозяев собак, был согласен на малое, но недолго. В какой-то момент он собрал команду единомышленников и все они, сообща за собственные средства, организовали добротную площадку. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Кириленко и Татьяна Василевская. Добрый вечер, друзья. Проходите, пожалуйста. Дмитрий, вы настаиваете на том, что нет безразличных людей, есть безинициативные. Как вам удалось сплотить хозяев собак на такое благое дело? Расскажите, пожалуйста. Добрый вечер. Ну, это не то, что люди. Это наши питомцы нас сплотили. Мы вместе гуляли на районах, на озерах и начали общаться. И все начали задаваться вопросом, почему налог за собак платится, а места выгуливать официально нигде нет. Особенно в густонаселенных застроенных домах, районах. И мы начали собирать людей, обращались в администрацию, чтобы нам пошли навстречу. Да, а как отреагировали? Они отреагировали по-разному. То есть было какое-то понимание, но сразу было обозначено, что бюджета нет. Мы предложили за свои средства. И вот благодаря людям мы потихоньку, так сказать, по зернышку, нам удалось собрать средства на нашу оборудованную площадку. Довольно-таки большую, даже для Гомеля. А скажите, много ли нашлось таких инициативных, активных, деятельных единомышленников, которые поддержали вашу инициативу? Все пришли не сразу, постепенно многие видели. На данный момент порядка 40 человек, которые нас поддерживают и вот ходят на нашу площадку, и вот они с нами. Я попрошу режиссера показать площадку. У нас есть фотографии, которые вы прислали, и мы прокомментируем. Вот, пожалуйста, мы видим на экране. Давайте прокомментируем. Это вот зима, сегодняшний день, да? Мы видим снег. Это где-то вдалеке от микрорайона. Это в Низине, да. Там по всем нормам, хотя норм в нашей стране нету, как строить эти площадки. Мы ссылались на соседей, общались с Минском, с россиянами. Они присылали свои какие-то форумы и фотографии. Да, от ближайшего дома там порядка 400 метров. Это где именно в Гомеле находится? Это 19-й микрорайон. В районе Ледового дворца, да? Да, далеко от Ледового. Это перекресток Бородина и Восточный объезд. Там вот в Низине, сразу у дорог, данная наша площадка. Татьяна, кстати, Василевская, которая сегодня у нас тоже в гостях. Добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер. Вы тоже дрессируете вашего питомца вот на этой площадке, которую мы показали? Я помогаю другим хозяевам воспитывать их питомцев. Потому что, ну, всегда нужно, чтобы хозяин нашел общий язык со своим питомцем, чтобы они хорошо существовали. Хозяину нужно объяснить, как себя вести. Опять же, те же правила поведения и в обществе, и дома, чтобы питомцы хорошо себя чувствовали. Не все же сразу знают. Поэтому учим. Скажите, на площадке, которую нам показали, и которой вы тоже имеете непосредственно отношение, все ли условия для того, чтобы воспитывать собаку? Ну, еще на процессе создания площадки, вот, Дима консультировался. Вот, у меня тоже, мы очень много, скажем так, на каких площадках и работала, и знаю других людей, которые работают, опирались на их опыт, и сделали площадку максимально доступной, максимально удобной именно для того, чтобы нам. То есть, на площадке можно позаниматься с собаками именно общим курсом послушания, там где-то какие-то вот снаряды, там барьеры, что собака может брать. Вот, также там вдалеке, если можно посмотреть, есть в конце просто место, где собаки могут побегать. Также многие собаки у нас выставочные. Когда они собираются на выставку, их нужно подготовить. Вот, как раз это место очень хорошо подходит для этого. Я хочу спросить у Дмитрия, как восприняли вашу идею те, у кого нет все-таки собаки, которые не ходят на площадку, не пользуются ей? Ну, судя по состоянию нашей площадки, не очень. Почему? Потому что много начали, сразу же появились, я не знаю, противники или это дети, просто ее начали рушить. Начали, в первые дни начали рушить снаряды, которые мы сделали своими руками, кто что приносил, это начали ломать доски нам, прощие снаряды, потом начали забор наш ломать. Там приходилось, чуть ли не надо, даже боялись, что придется стражить. Это очень странно, потому что люди должны ценить труд человека, который, вот, пожалуйста, реально делами мы делаем. Но мы не ожидали такого, что ее будут ломать. И вот последнее было, по-моему, даже две недели назад, когда сетку или перелазили, или что-то, просто ее, ну, один пролет был испорчен. И что в этой ситуации вы как поступаете? Мы обращались в милицию, да, у нас висит объявление, у нас висит объявление, что это площадка, что детям до 14 и с собаками большими нельзя. И, ну, как бы это для животных. И там нет ни лавочек, ни беседки, чтобы кто-то приходил. Поэтому мы не знаем, как бороться, потому что это, видно, происходит всю ночь. И пока мы на данный момент не можем ответить. Вот, Светлана, а мы говорим сегодня о гуманности, если вот в нашем обществе даже не ценят то, что делают другие, правда? Вот как здесь быть, как вообще бороться с вандалами? Это зависит от каждого человека в отдельности. То есть если люди не ценят чей-то труд, то, безусловно, и о гуманности тут. То есть люди воспринимают, скорее всего, что это игровая площадка для себя, наверное, а не для собак. Вот, к сожалению, так воспринимают. Сложно объяснить действия и поступки, что руководить. Наверняка это какие-то подростки, которым больше нечем заняться. Ну, сложно в этом разбираться. Я надеюсь, что правоохранительные органы помогут в этом. Татьяна, могут ли новички, люди, которые не имели отношения к строительству площадки, приходить и заниматься с собаками? Или какая-то вот существует такая система отборочная, пропускная, не знаю? Ну, на этот вопрос, наверное, лучше Дмитрий ответит. Я же повторяю, мы делали ее открытой, да, мы делали за свои деньги. Порядка тысячи рублей обошлась просто площадка, это забор. Но столкнувшись с тем, что в первые дни начали ломать наши снаряды, мы решили всем, что мы повесим замок, наши правила мы повесим. И каждый желающий будет приходить, собака, если у него есть, естественно, он получит ключ. То есть это не так дорого сделать этот ключ. От него требуется просто какая-то, ну, тоже, может, помощь нам физическое, мы будем рады другой. Потому что все снаряды мы делали сами. Два снаряда, три снаряда нам помогло, да, администрация, мусорку они нам установили. Но дальнейшее все, даже то, что вот ломают, нам приходится опять восстанавливать за свой счет. Мусорные пакеты, мусор выносим, это все на тех, кто посещает площадку. Даже так? Да. Вообще, отсутствие площадок в Гомеле, это действительно проблема. Это большая проблема. Особенно в новых районах, это проблема из проблем. Потому что штрафовать за то, что вы собаку выгуливаете за домом, вас оштрафуют, как нечего делать. А вот собаку донести, извините, на руках, особенно если собака крупногабаритных размеров, и объяснить ей, что здесь не ходи в туалет, здесь нельзя, здесь нет площадки, я тебя донесу там до леса, да? Вы не объяснили. Никак не объяснишь. Как объяснишь? Никаким языком жестов это не донести. И когда рядом нету действительно ничего, люди просто в тупике, они идут, платят штраф за штрафом, их штрафуют, они ругаются с соседями, но проблема не решается. Вот такая проблема, я надеюсь, что телезрители, которые имеют отношение, которые могут помочь решить этот вопрос, они сегодня услышат и каким-то образом среагируют. Чтобы город все-таки слышали городские власти нас, потому что налог платится в казну государственную, и люди безусловно возмущаются, и можно понять владельцев собак. Владельцы собак кормят за свой счет животных, содержат за свой счет животных и платят налог государству. Поэтому владельцев собак очень можно понять. Я сама владелец собаки, и я могу сказать, что животному ты не объяснишь, что нужно терпеть до определенного места туалета. Я вас поддерживаю двумя руками. Золотые слова. Спасибо. Да, аплодисменты. Я бы хотела еще вернуться к теме готовых кормов. Хотела у Татьяны спросить. Татьяна, вы чем кормите вашу собачку? Ну, моя собачка на натуральном кормлении. Кормами мы не питаемся. Что так? Ну, скажем так... У вас есть время готовить каждый день ей что-то новенькое? Или у вас какие-то другие принципы, да? У меня другие принципы. Я очень давно занимаюсь собаками. Вот, скажем так, человек старой закалки, который привык кормить натуральным. Ну, вот у нас есть сегодня такое мнение, его поддерживает не только Екатерина, представитель сети магазинов товаров для животных, но очень многие владельцы собак и котов, которые с удовольствием покупают корма и радуются тому, что они наполнены витаминами, специальными микроэлементами, которые нужны для того, чтобы наши животные росли здоровыми, красивыми, довольными и счастливыми. Давайте сегодня попробуем покормить котика-сфинкса, да? Вы не против, Анастасия? Давайте проведем эксперимент. Как же воспримет ваш любимец? Давайте мы попросим, наверное, два корма, да? Или один мы корм сюда насыпем и посмотрим. А, здесь у нас уже водичка. Да, у нас есть вода чистая. Обязательно, да? Она должна обязательно присутствовать, когда мы кормим животное сухим кормом. А почему так? Потому что сухой корм практически не имеет влаги. Всего лишь влаги в нем 10%. Иди-ки, сойди. Не укусит меня? В отличие от консервированного. Пожалею. Он боится на столе стоять. Вот, послушайте. На столе котов кормить нельзя вообще. Ну, у нас такой стол для рабочих целей. А почему, кстати, нельзя? Привыкает, будет по столам ходить? Ну, вообще, кухонные, например, столы для того, чтобы вы за ним не кушали. Ну, это понятно, это понятно. И нужно все-таки определять животному место, где он будет питаться. Ну, он слышит, что мы сегодня на нем экспериментируем, поэтому он совершенно не против. Поэтому место и вы здесь сегодня. Поэтому он совершенно не против. Смотрите, как он уплетает. Пожалела бы его, да боюсь. Как он уплетает. Екатерина, что это за корм? Расскажите, пожалуйста. Премиум-класс, хорошего качества? Нет, это супер-премиум-класс. Почему он так с удовольствием ест? Это корм супер-премиум-класса. Здесь нет, как мы видим, красителей. Нет ароматизаторов, то, что присутствует в эконом-классе. И корм полностью сбалансированный. Наша кошка стерилизованная. Кот стерилизованный, да. И вот он подходит для стерилизованных кормов. Специально для него. Да, специально подобран для него. Скажите, а в каком случае вы бы советовали сменить корм для животного? Как это понять? Нет, когда вы видите, что кот начинает себя вести по-другому. Снижается, допустим, активность кота. Либо начинается какая-то аллергическая реакция. Кот начинает худеть. Либо, наоборот, поправляться. Нужно сменять корм. И посоветоваться перед этим с ветеринаром, какой корм будет для него лучше. Либо начинается, когда мочекаменная болезнь. Очень часто такие случаи, я знаю. Да, но это от постоянного кормления кормом эконом-класса. А, это поэтому. Да. Либо неподходящее домашнее питание, которое не подходит. Вот. Так что эти добавки, да, они могут... Навредить. Да. А скажите, может ли спровоцировать аллергические реакции корм, некачественный? Вы знаете, даже качественный может. Любой может корм спровоцировать. И не только корм. Абсолютно даже все, что в округе окружает кота, собаку, где-то выгулили. Даже какая-то трава, либо где-то что-то на улице нашел. Спровоцировать аллергию может абсолютно все. Но корм в очень редких случаях, да? Допустим, если в корме есть содержание курицы, а у кота на курицу аллергия, то лучше не покупать. То лучше покупать не с содержанием курицы, а с содержанием ягненка, либо рыбы, что для него больше подойдет. Но лучше всего проконсультироваться перед этим с ветеринаром. Понятно, хорошо. Ваши аплодисменты, друзья, вот такому исчерпывающему ответу Екатерины Алексеенко. Екатерина, проходите, пожалуйста, на ваше место. Котик доволен, правда? Да. Вы видели когда-нибудь, чтобы он вот так вот уплетал гранулы? Ну, он всегда кушает все перегонки. А, у него всегда хорошее аплодисменты. У него всегда хорошее аплодисменты. Понятно. Значит, эксперимент удался сегодня вдвойне, да? Аплодисменты ваши. Екатерина, я знаю, что вы сегодня подготовили сюрприз. Вам слово. Что же это за такая приятная миссия сегодня у вас? Да, сегодня я принесла сегодня сеть магазинов зоотоваров для животных Тимоша делать такой подарок волонтерскому движению в виде кормов линейки премиум и супер премиум класса. Спасибо большое. Потому что у нас на данный момент очень много травмированных животных, именно котеек, которым, в принципе, этот корм мы и передадим. Потому что такие корма мы покупаем действительно редко, для нас это большая помощь. Спасибо. То есть сегодня все, что в студии представлено, может Светлана забрать после программы для своих любимцев, для подопечных. Да, конечно, абсолютно все. По-моему... Ну, а тот, я думаю, мы оставим нашему спину. Подарим Анастасии, да, вернее, коту Анастасии. Я думаю, что он будет доволен. Намного ему хватит? Сколько там грамм? 400? 350? 300 грамм. 300 грамм. Ну, на неделю хватит. Должно хватить. Да, да. Расход небольшой такого корма. Да, расход очень, в отличие с эконом-классом, супер премиум класса, расход на порядок ниже. Кстати, мы на пороге наступающего Нового года. Год желтой земляной собаки. Поэтому, вот видите, вот сюрпризы прямо сегодня вас уже настигают, догоняют вас. Аплодисменты еще раз партнеру программы. Вы знаете, у нас уже выходит время эфира. И под занавес программы я бы хотела дать слово каждому из вас, уважаемые гости, для того, чтобы несколько слов сказали на путстве, пожелания, советов для тех, кто хочет взять бездомное животное к себе домой, либо хочет еще раз задуматься, какую же пользу этому миру несу я. И все ли я делаю для того, чтобы мой домашний любимец, кем бы он ни был, был счастливым и довольным и самодостаточным, вот скажем так. Екатерина, с вас начнем. Пожелания ваши. Мы это то, что мы едим. Такое выражение, я думаю, подходит не только людям, но и нашим домашним любимцам. Поэтому кормите котов, собак правильным кормом. Анастасия, слово. Я хотела бы сказать, не бросайте животных в беде. Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие. Поэтому помогайте, как можете. Золотые слова. Татьяна, вам слово. Ну, что я могу сказать. Вообще, прежде чем завести животное, неважно, будет оно куплено, будет оно подобрано. Человек должен сначала очень хорошо подумать, что это прежде всего живое существо, у которого душа, у которого характер. Это не игрушка, с которой можно поиграться, а потом выбросить. И многие считают, ой, там негуманно, допустим, та же кастрация, стерилизация. А где оно негуманно? А разве более гуманно выбрасывать этих котят, которые только глазки открыли там, или щенков? И неужели это больший грех, чем тех же котят и щенков топить? Поэтому прежде, чем взять животное, нужно сначала очень хорошо подумать. Ну и опять же, когда завели животное, хорошо, что интернет, там книжки, все. Но лучше всего обратиться все-таки к специалисту. Потому что со стороны всегда виднее и больше все-таки у специалиста опыта с разными животными. Дмитрий. Я хочу сказать такое, что нужно быть добрее и к животным, и к самим себе, то есть людям. Ваш питомец должен стать для вас членом семьи. Светлана, вам слово. Хочется сказать, что я очень часто вспоминаю, что Бог помогает нуждающимся нашими руками. И животные – это та категория, которая действительно нуждается в нашей помощи каждый день, особенно бездомные животные. Даже если вы являетесь владельцем домашних животных, которые вы любите, если у вас есть возможность помочь бездомным животным, даже зимой очень часто нас за это ругают, когда мы говорим, что впустите в подъезд хотя бы, не дайте замерзнуть. Это не настолько уже как бы и страшно, да, но вы спасете чью-то жизнь, маленькую жизнь, но вы спасете сделать доброе дело. Поэтому если есть возможность помогать делать добрые дела, делайте это, вам защитится. Спасибо. Уважаемые телезрители, это была программа «Добрый вечер, Гомель», и мы еще раз хотим призвать вас быть милосерднее. Давайте не скупиться на добрые дела, и давайте сделаем этот мир чуточку добрее. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»